Я говорю не о ней, а говорю о сотнях миллионов. Что мы можем им сказать? И как проверить себя? Почему Катя не ходит ни на занятия, ни в садку? Ты знаешь? Нет, я сейчас ее звал, а она... Она нет. И она сидит дома, она что лучше... Вот утром мы молились, приходили, она не молилась. Это лучшее состояние, что она лежала, спала или там ходила по огороду. Конечно нет. Не молится. А что ее убедило в этом, что это делать нельзя? Ходить их на занятия? Ее нет, она твердая. Ну про занятия я не знаю, а про богослужения, ну такая линия у них. Ты слышал такое, когда били их, апостол, наказали, строго-настрого не делать? Я говорю, а кого больше слушать? Бога или человека? Это я знаю. Бога или человека? Где они находятся в старобряшности, я знаю, я оттуда. Я знаю, там больше ничего нет, никуда не ходи. Я это тоже прекрасно понимаю, а как это убедить? Найди в себе ответ от Бога. Когда ты пройдешь эту мясорубку, тогда ты поймешь, что такое кровь. Я там был у них. А они доказать еще не могут. Они мне поставили в упрек, я увел всю старобряшницу, молодежь, к бахтистам. Надежда Васильевна, а сколько было их там в то время, старобряшцев, молодежи? А это три человека, наверное? Да нет, достаточно много. Ну сколько много, назови по порядку, перечисляй. Три? Около двадцати человек. Нина, Грида, еще кто? Ну там из беспоповцев кто-то был, и так и перешел. Около двадцати человек было молодежи. Перечислить попасть, сколько? Не знаю. Тогда лучше помолчать. У вас всего трое было. Я тебя выбрал. Никого не было. И как бы всю молодежь я убрал, когда никого нигде нету. И по сегодняшней день покаяние-то они не принесли. Все, сразу меня отключают. Я увел всю старобряшскую молодежь. А Андрюшин, это не молодежь. Он женат, не долгов-то. А он тайно пошел за мной. Я правда уже пошел к бахтистам. И он пришел, где-то сзади сел. И слышал, как я полемизировал с ними. Олег Синяев, как говорит, непревзойденный полемизатор обо мне. Он участвовал. И он горнулся и говорит, что вы говорите. Вы знаете, он как бахтистов убеждал в их неправоте. И ты туда пойдешь, Александр Иванович Устинов. Герой веры. В подлинном смысле мученик. Был исповедником, хотя его не мучили. И они говорят, и тебе туда же дорога. Он говорит, слишком много вы хотите. Из-за меня. И как они с ними расправятся? От причастия отучить. Сегодня игр много. Компьютер. Но самая страшная игра. Игра в храме. Игра в алтарес. Игра в поповское. Игра к причастиям. Не дам причастия. Кажется, сиди дома. И она не придется. Да я больше ничего не надо. Да так она пришла. Рот раскрыла. Зафиксировала. Проглотила. Все. И опять она здесь идет не ходить. И Саша такой же. Он другим не был. Но тут он тверд. Тверд в чем? Потому что ничего у него больше нечего сказать. А если бы он твердо стоял. В вере-то. Показал бы. А вот смотри. Старобрящество. Из Литерана пришло. Я говорил. Ну смотри. Католичка стала православной. Как протопопа Вакуума. У него такие люди были. Почему протопопа Вакуума не отвечали за них? Вопрос на вопрос идет. Самым правильным путем пошли сарабляться. Там сколько-то 180 лет. Священство то не признали. Его нет. Я этот вопрос не беру. Но его нету. И они по всему миру послали послов. Павла или монахи. И они сказали. Где можно найти того, который согласно их требованиям. Но дальше его они не пошли. Нашли Абросий. Дальше они не сдвинулись ни шага. Они. Я понимаю почему. Боялись. Абросий крещен правильно был или нет. Почему вы не пишете. А который крестил Абросия. От которого старого революция началась. Тот-то как был крещеный. Это тоже все туман. И тогда решили. Это не имеет никакого значения. Он был признан. Мы его берем в одной церкви. А всю церковь. Вырезаем и говорим. Она еретическая. Тут даже безумие нельзя назвать. Это хуже баптистов. То есть ты меня накорми. Ты меня напой. А я скажу. Тебя не было. Или отрежу голову. Ну грубо выражается. Это вот что произошло. Уж кого-кого в греческую церковь. Старого рядацам никак нельзя зазирать. Никак. Потому что это Родина. Они тогда получили амбросию. Правда он был на покое. Вначале назовали австрийцы. В Астрию его перевезли. Но он законный был. Да законный. Он не был запрещенный. А дальше он пополагает двоих. Первое нарушение. Первое апостольское правило. В епископа на руку полагает два или три епископа. Но бывало. Бывало это самое начало. Это начало образования новой ветви. Так назовем. Старое блящество. Это знали правила? Знали. Почему пошли на это? Почему второго епископа не нашли? Правила в обоих. А теперь мы другие будем спрашивать. У тебя морального права нет. Кто знает историю? А так говоришь? Да. Ну так. Именно так. Они не отрицают этого. А давайте что? А мы старые. А с какого времени вы старые? От князя Владимира. Да 900 лет прошло. За 900 лет и Новорощенко сколько было? Почему вы не посмотрели, как апостолы были? Так крестились двумя. А Златоун говорит, одним перстом крестились. Почему вы это не взяли? И вопросов бы не было. Явно о том, кто пишет Мельников? Федор Ефимович. Это у них главный историк и идеолог старооблячества. Но это действительно так. Златоун говорит, изображаем на себе перстом, не перстами. Почему вы старообляться не берете за это? Или меня это не касается? Или это реформа назовут? Если уже брать, то до конца. Не златоуста только брать. А копнуть еще дальше. И упереться в апостол. Веру в Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Вы же считаете лицемеры. Апостольского как огня боитесь. Ты посмотри, в апостольских временах как молились. Одна из молитвов, когда просто молились. Другая же Илья говорит, они поднимали руки. Все. Ждя Святой Агапии. В другом месте написано, и креслообразно, распростершись на земле, подобающая лица. Вот так вот ложились. Это жидя Святых. А вниз, животом. А? Животом вниз? Конечно. Животом вниз, лицом. И молились. И притом это не отрожит ее. И это не отрицает никто. Нам не надо компромиссы искать. Нужно хотя бы однажды до конца раскрутить это все. И сказать, вот это, ну не столь важно. Вот это неправильно у нас, но не влияет на спасение. Ну то есть, хотя бы совесть успокоит. Или усыпил, никуда не ходил, я все до конца. Но когда крышка гробовая хлопнула, покаяния нет. А мы молиться будем, не обманывая себя. Всем нам надлежит предстать преступилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что ты делал в жизни, доброй или худой. Соответственно. А не соответственно тому, что за тебя сделали. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Нам надо это знать? Соответственно. И тогда все вот эти заупокойные, лживые подарки исчезли бы. Хотя заупокойные надо, и мы молимся, и я каждый день молюсь. Ну, не полагать в них основания. А почему? Не теряется счастливой любви. Наши умершие, воскрестившие, водители подряд всех отпевают. Я буду говорить о тех, которые знают. Александр Иванович, а знаешь, ты ему кто относишься? Внук. Родной внук. И у Диакона сын что-то зародачивался и задавился. Пошел и повесился. Старобрящийся какие-то. Ну и, естественно, Диакон тут раздает, молитесь. И материю принес Александру Ивановичу. Помолись. И материю вот так положил на клещу. Тогда материя стоила. Он говорит, да он у тебя верующий был. Ну как верующий? Ну верующий ли был? Это мы с ним беседуем. Александр Иванович снял вот так, его на шею повесил. Он говорит, ты не молись. Это твое счастье. Александр Иванович, сына родного, он в спецвойсках был, в десантниках. Во время драки водитель зарезал. И он говорит, я помолился. Но молит. Александр Иванович, повторяю, у меня записи все это было. Но очень и очень ненадежно. Я детям сказал, молиться больше, кто так повидит, никогда не буду. Я молюсь, говорит, такая тягость, такая неправда в этом. Я не могу сказать, ты для Бога был, Миша. Я пришел, говорит, на кладбище. Миша, Миша, куда ты лез? А был бы ты со мной в храбе сегодня? Володя, ты знаешь, честность про его отца. Он был бескомпромиссный в этом вопросе. Это все игра.